Как превратить пост в праздник для души, время благословенное? С словами о том, что днесь весна душам и время благословенное, настоящее пробуждение ее для высоких чувств, радостных и духовных расположений, покаянию, молитве. В праздник для души пост является как раз по причине удаления от излишеств и всяких соблазнов. Преподобный Исаак Сирин говорил, не думай, что дело маловажное быть вдали от источника соблазнов. Потому на пост, отлучающийся от горячительных напитков, от излишеств в пище, от супружеской близости, человек дает некоторую свободу для своего внутреннего человека. Человек как бы расширяет свой кругозор, поднимается над привычной суетой, видит и собственную жизнь как бы с высоты птичьего полета. Ему в самих этих ограничениях виден источник внутренней радости. Так что не в устрицах к постному столу и изысканных омарах, осьминогах, крабах, незапрещенных, тогда, когда по уставу полагается вкушение растительного масла, а все-таки в именно сокровенных источниках кроется та радость, о которой вы спрашиваете. Если сказано о церкви или о душе боголюбивой, вся слава, дщери, царевы, внутрь, рясны, золотыми, одеянны и преиспещренны, речь идет о внутренней красоте, которая присуща облаченному во вретище, то есть в какую-то простую, дешевую, грубую одежду, посыпавшему голову свою пеплом, то есть пред земными соблазнами, совершенно бездеятельного, отлучившегося от них. Когда апостол Петр живописует женщину во всей ее красоте, совершенстве и славе, то противопоставляет эту подлинную красоту, которой, конечно же, причастна и великая радость внешним убором, одеждам, золотым украшением, плетению волос, не дороговизна и качество одежды, не золотые украшения, не внешнее плетение волос, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. То, что драгоценно пред Богом в душе человека, то является источником подлинной радости, ибо Бог являет свое благоволение душе, расположенной в его сторону, к нему устремленной той самой радостью, тем самым чувством праздника жизни, который свойственен христианину, вступившему в поприще поста. Причем, чем серьезнее пост, чем более основательно получается удалиться от суеты, ведь не только в телесном воздержании состоит пост, но и в усердных молениях, и в земных поклонах, в оставлении земной суеты. Раньше с постом неотделимо связывалось понятие говения. Это значит полная смена образа жизни, ее удобно достигнуть в наших условиях, при паломничестве в какую-нибудь обитель на несколько дней, посвятив свою жизнь какому-то монастырю, походить там на все службы утром, вечером, в свободное время потрудиться, почитать святых отцов, подовольствоваться скромной монастырской трапезой. И, конечно, такое серьезное погружение в атмосферу поста будет лучшим источником для внутренней радости, для того самого праздника, который разумные научились получать от этих опытов воздержания. Как говорит один из святых отцов, при приближении поста ленивый, ленивая душа воздыхает, увы, увы, а бодрая, знающая благие последствия его, восклицает, как добрый воин, накануне сражения, на которую он настроен, к которому он стремится. О, о, наконец-то! Так что будем с решительностью приниматься за исполнение тех правил постных, сообразуясь, конечно, со своими силами и опытом. И, несомненно, та внутренняя радость, о которой было сказано, будет свойственна и вам. И она бывает столь утешительна для человека, поскольку совпадает и с облегчением действия страстей, очевидным для каждого, что даже разговляться не очень-то хочется. Не то, чтобы великий праздник, Пасхи или Рождества, следующий за длинным постом, для нас менее радостен, но сладость от умеренного воздержания, от сугубого подвижничества, посильного для каждого, такова, что хочется не расставаться с нею, даже тогда, когда приходит время великого торжества. Но всему свое время под солнцем и внимательному, и наступление скоромного стола, и питание, и разнообразие во внешней жизни не вредит в сохранении того благодатного мира, радости и утешения, которые приобретены добрым и усердным совершением поприща поста. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok